С августа 2020 года ПОМЦ ФМБА России координирует деятельность подведомственных медицинских организаций в ПФО. Так, Приволжский окружной медицинский центр оказывает КБ номер 50 экспертную помощь, предоставляет методическую поддержку и содействует маршрутизации пациентов. Кроме того, по приглашению КБ номер 50 нижегородские врачи проводят для саровчан школы здоровья, на которых рассказывают о профилактике различных заболеваний. Очередное занятие было посвящено инсульту. Я постаралась уделить большее внимание первичной профилактике инсульта. То есть наша задача, чтобы у пациентов его не было. И, как я уже говорила, что первичная профилактика инсульта – это его предотвращение. И основные факторы риска развития инсульта – это артериальная гипертония, это сахарный диабет, это излишний вес. Благодаря современным технологиям и выстроенной в России системе оказания медицинской помощи больным с подозрением на инсульт, смертность от него снизилась более чем в 10 раз. Вместе с тем, все еще велик риск рецидива острого нарушения мозгового кровообращения. Вторичная профилактика уже не может быть без медикаментов. И тут особое значение уделяется, опять же, коррекции артериального давления, липидного обмена уровня глюкозы крови. Но и факторы, которые мы можем модифицировать – это двигательная активность, это диета. Профилактика инсульта – это не первое занятие в рамках школы здоровья. Ранее с саровскими пациентами встречались кардиологи-помц. После каждой лекции слушатели всегда могут задать приглашенному специалисту свои вопросы. Почаще приглашайте из Нижнего, там очень сильный персонал. Я жалею, что до этого еще была какая-то лекция по суставам, и я присутствовала на ней. Помимо лекции в рамках школы здоровья клиническая больница номер 2, ПОМЦ активно сотрудничает с КБ номер 50. Сложных пациентов из Сарова в Нижегородское учреждение госпитализируют в свой стационар. Кроме того, специалисты из областного центра постоянно находятся на связи с коллегами из нашего города, оказывают как очные консультации, так и работают в рамках телемедицинских проектов. Следить за графиком встреч школы здоровья можно на сайте клинической больницы номер 50. Продолжение следует...